Почти полторы тысячи детей отдохнули в летних пришкольных лагерях с 1 по 30 июня. Они были открыты на базе шести городских и 18 сельских школ, а также спортивных и творческих учреждений города и округа. Педагоги устроили для детей настоящий летний отдых с походами, концертами, спортивными состязаниями и субботниками. Считаю эту акцию как полезной для Норизмара, потому что берег грязный, тут ходят люди по вечерам, мусорят. Надо это всё убирать, защищать. Саша Банин – один из участников всероссийской акции «Нашим рекам и озёрам чистые берега». Отряд учеников из пятигородских школ вышел на берег Печоры, куда прибывают пассажирские суда. В субботники – лишь малая часть большой программы летних лагерей. Ученики Харутинской школы в этом году вскапывали пришкольный огород, помогали красить учебные здания и приводили в порядок футбольное поле. И всё это помимо игр, спортивных состязаний и творческих студий. Утро начиналось с зарядки. В 11.00 были организованы тематические занятия. Для детей было организовано двухразовое питание, без витаминизации третьих блюд, спортивные игры, туристические походы, просмотр мультфильмов, творческие мини-конкурсы. В Оксино для воспитанников лагеря организовали лечебные процедуры – массаж, ингаляции, кислородные коктейли. Но это после трудового дня. Специальный отряд школьников работал на благоустройстве села. За первые две недели ребята покрасили зал ожидания на пристани и очистили улицы от мусора. Возраст разнообразный. Конечно же, начиная с первого класса, заканчивая в 10-м. В трудовом – 10, и 25 – в отдыхающих ребятах. У нас воспитатель Николай Иванович Сафронов. Он традиционно на трудовиках трудится уже много-много лет. И поэтому работу знают от и до, и знают, где нужно почистить и что сделать. Поэтому Оксино преобразилось. Ученикам городских школ скучать тоже не пришлось. Они стали участниками концерта «Ко дню России» и Всероссийской акции «Свеча памяти» Олимпийского дня. В этот день на стадионе «Лидер» сразились спортивные школьные команды. Это мероприятие Управления образования города. Задействованы были все организации, которые могут предоставить нам образовательную услугу. Здесь вот в этот летний период, да и вообще в течение года, все границы между городом и окружными образовательными организациями не стираются, потому что они все работают на детей. На организацию летнего досуга школьников на Ренмара было выделено около 10 миллионов рублей. Это позволило организовать более 650 учеников. Преимущество отдавалось детям из неблагополучных семей. Общая сумма финансирования пришкольных лагерей округа составила более 17 миллионов рублей. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.